Подвести итоги сезона и обсудить планы на будущее. В Министерстве спорта Мариэл прошла рабочая встреча министра Лидии Батюковой и футбольной команды школы Олимпийского резерва. Все подробности далее в сюжете. 30 сентября министр молодежной политики спорта и туризма Лидия Батюкова за круглым столом в дружеской атмосфере обсудила футбольные дела республики с командой Уорс Шор. На встрече присутствовал тренерский состав команды, ветераны марийского футбола и непосредственно сами футболисты. Итог прошедшего сезона, а именно участие в кубке для молодой, строящейся перспективной команды хороший. Так считает главный тренер. То, что мы участвовали в одной восьмой финала, вот смотрите, мы провели четыре игры, да? Три игры мы выиграли, одну проиграли. Ну, в принципе, мы в первых трех играх решили основную задачу. И четвертая игра, она как бы, ну, большого значения не имела. Мы дали ротацию, провели состава, чтобы немножко дать ребятам, ну, всем почувствовать. Ну, и игр не было вообще, да? Поэтому, в принципе, мы проиграли по счету, но не по игре. Но я считаю, что мы сыграли достойно. И спасибо всем ребятам, кстати, за это, что до конца мы так выдержали, потому что, ну, трудный путь был. Напомню, что нашим футболистам удалось дойти до четвертьфинала Кубка при Волжье, где в двухматчевом противостоянии спортсмены из Морел, к сожалению, уступили Ижевскому «Зениту» и покинули розыгрыш Кубка. Вопросы, которые поднимались в ходе рабочей встречи, касались не только обсуждения сезона, но и будущего команды. Так, например, тренерскому и руководящему составу было поручено проработать вопрос участия футболистов в конкурсном отборе на зачисление в государственное бюджетное учреждение Республики Морел, Центр спортивной подготовки. Футбол у нас теперь базовый вид спорта. И базовый вид спорта в приоритетном порядке представлен в Центре спортивной подготовки Республики Морел. Что это означает? Что у нас будут открыты вакансии на заработную, с заработной платой для ведущих спортсменов по игровым командным видам спорта. Поэтому при формировании штатной численности Центра спортивной подготовки футболисты тоже, так же, как и все остальные спортсмены, на конкурсной основе будут зачислены в Центр спортивной подготовки. Стоит отметить, что министр молодежной политики спорта и туризма Лидия Бутюкова также выступила с предложением отправить игроков в санаторий Сосновый Бор с целью восстановительной подготовки. Я считаю, что со стороны правительства Республики Морел в этом году именно для нашей команды, которая состояла из-за вятых подвесных учреждений, были, в принципе, созданы неплохие условия. Насколько я понимаю, у вас не было проблем с выездами, с питанием, с проживанием. Со своей стороны, я хочу сказать, что мы хотим предложить вам пройти реабилитацию и медико-биологическое обеспечение в санатории Сосновый Бор для команды Республики Морел. Это лучшая здравница Республики Морел. Все, кто принимал участие в данных соревнованиях, обязательно, я думаю, воспользуются этим. Что же касается вопроса о будущем команды, то все единогласно поддержали необходимость участия клуба в соревнованиях сезона 2021 года. Стоит отметить, что игры в турнирах станут не единственными. Все присутствующие на встрече выразили желание, чтобы команда проводила товарищеские встречи с клубами из других регионов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова